Лучшие с Алиэстеф и Таняши, самые милые животные и главные события года. Голосование за номинантов ежегодной премии первого городского канала «Ай да я» вышло на финишную прямую. Результаты будут объявлены в прямом эфире 30 декабря. В интернет-голосовании уже приняли участие больше 6 тысяч человек, а в каждой номинации появились явные лидеры. Кто все-таки претендует на приз года, Ксения Зиновьева расскажет. Время подводить итоги года. Первый городской канал представляет ежегодная телевизионная премия «Ай да я». Каждый год мы выбираем главные события года, ярких людей и тех, кто прославил город. 15 номинаций, 2 недели на голосование. Самые лучшие, яркие, смешные и не очень, самые талантливые и добрые. Все в одном месте в главной премии года от первого городского канала. В этом году премия «Ай да я» приняла еще больше размах. В том году у нас было 11, в этом году уже целых 15 номинаций. Потому что в городе становится больше ярких событий, больше ярких людей. Да и активность самих керахчан значительно выросла. Участников голосования действительно очень много. Несколько тысяч только в одной номинации. Почти 5 отдают свои голоса и спорят в комментариях за лучшего солиста года. И еще больше человек проголосовали за фитоняшу. Фотографии девушек в спортивных залах в этом году пользуются огромным вниманием. Номинация в этом году новая и, судя по количеству голосов, станет ежегодной. А вот в номинации «Видео года» уже несколько дней идет спор голосов. За лидерство борется гимн «Кировским дорогам» от журналистов программы «Вятка Тудей». Плачу, я трясусь и плачу. На колеса трачу. Трачу и плачу. Не могу иначе. Я трясусь и плачу. Я трясусь и плачу. Плачу и плачу. Всего на несколько голосов отстает, но также претендует на лидерство. Видео, на котором Калина с эвакуатора падает на припаркованный Ягуар. Девушка на Калине нарушила правила парковки, за что ее машину увезли на эвакуаторе. Потом Лада слетает с эвакуатора и падает прямо на элитную иномарку. Так получилось, что все случившееся владелец Лады видела из окна троллейбуса, проезжая мимо. У Ягуара была задета вся левая сторона, то есть двери, крыло, стекла, окна. Вот, в принципе, все. В 15 номинациях выбирают и культурное событие, и доброе дело, открытие года, лучших шоуменов, блогеров, фотографов и самых милых домашних животных. И главное достижение года. Больше всего голосов кировчане отдают за остановку строительства полигона бытовых отходов в Осенцах. Требуем прекращения строительства, переноса его куда-нибудь хотя бы подальше в лес. Итог голосования может измениться в самый последний момент. Оно еще не завершено, поэтому мнение каждого может повлиять на исход. 29 декабря мы подводим итог голосования, то есть мы уже говорим «стоп», уже определяем победителей, и 30 декабря все смогут увидеть наших победителей в эфире Первого городского канала. Награждать победителей премии «Айдая» будут традиционно в студии программы «Вятка Тудэйвис». Ее будут Александр Сорокий и Роман Корнеев. Подготовка к церемонии уже началась, студия несколько изменится в этот день, готовы и призы. В этом году победители ждут вот такие вот яркие тарелки на каждой название номинации, но пока без имен. Их мы узнаем в день награждения, 30 декабря. Ксения Зинуева, Никита Рябинков, информационный канал «Город».